День за днём 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 Эта эстафета была, там был и бег, и были упражнения из кроссфита, достаточно тяжелые для ребят, но мы это все адаптировали под возраст и под спортивную подготовку детей, и им очень сильно понравилось. И здесь главный момент, то, что именно это командное было мероприятие, что они должны были, все команды, держаться за канат и все делать синхронно. А за команду всегда интереснее, нежели за самого себя, потому что ты отвечаешь за всех, кто рядом. А какие эмоции испытывали при этом дети, узнаем прямо сейчас. И Илья готов познакомить с теми детьми, которые стали победителями, но тут ведь самое главное не победа, а участие. Вот, Оксана, когда я думал, что ты будешь задавать первый вопрос нашим гостям, которые остались с тобой, ты спросишь, куда делся я, может быть, я побежал эстафетную палочку какую-то принимать. На самом деле я здесь, здесь основные действующие лица, основные герои, прошедшие чебуряды, чемпионы, в конце концов. Ну, раз уж говорим о чебураторе, то по правую руку от меня находятся основные действующие лица. Ну, во-первых, это тренер Федор Шарфединов, Федор Евгеньевич, здравствуйте, здравствуйте. Также вожатый Леша Фаранчихин, Алексей, здравствуйте. И также со мной представители команды Негресс, все правильно называют, да, у нас очаровательная Вика, Анастасия и Света. Спасибо, что подписана, я не запутаюсь в именах. Еще же есть мальчишки сзади, это целая большая команда. Они очень скромно себя ведут, поэтому я поговорю все-таки с девочками. Давай вот с тобой, Вик, поговорим, вот как тебе все это прошедшее дело? Как вообще, вот ты и Стафета, в какой момент случилось пересечение твоей жизни и вот этой вообще темы всей? Все, вот они эмоции победителя. Я думаю, что лучше было сказано, может быть, кто-то может поддержать Сакаманьоса сейчас. Федор Евгеньевич, вам придется сейчас, видимо, выручать всех, давайте, вы как серьезный тренер, да, как вот человек. Ну, когда мы получили положение о соревнованиях, то сделали, соответственно, план тренировок. Ну, волейбол, баскетбол, футбол мы как бы занимаемся каждый день. Не маловаты, в общем-то, ребята для таких серьезных? Ну, вот, маловато, маловато. Но, с другой стороны, самое, как говорится, сложное было Чебуратор. Там и Стафета такая очень сложная была. Надо все, что-то по новой там включать было. Это бёрпи, это скручивание. Ну, вот, первое, вы сказали какое-то страшное слово, я думаю, нашим следителям надо пояснить, да, вот это что такое. Ну, это, как говорится, надо интернет смотреть. Дети, они быстрее знают, чем мы. Образовательная программа день за день, в эфире на интернете, да. То есть, по мере вот тренировок, дети поняли, что очень сложно, очень сложно, поэтому тренировались очень, как бы, в усиленном режиме. То есть, как бы, три дня в неделю, а может, больше. За какое время начали тренироваться? А вот как нам 26-го числа прислали. Да, 26-го вечером и, в общем-то, начали. И начали тренироваться, да. Свет, вот попробуй ты поделиться своими эмоциями какими-то. Вот, что было самое сложное в эстафете, которое ты преодолел? Ну, не знаю, наверное, чтобы все было, как бы, как сказать-то, синхронно, как бы так сказать. И здесь очень важная оглядка на тренера, одобрит или нет он такой ответ, но вообще очень серьезная подготовка, наверняка, физическая. Какими нужно качествами обладать для того, чтобы просто преодолеть эстафету, да еще и с такими сложными элементами? Да, выносливость. Очень сложно с ними работать. То не хочу, то не буду, я не поеду. Это, надеюсь, не вы говорили о детях? Да, конечно, дети. Поэтому мне с ними пришлось работать и эмоционально, и психически, чтобы их там заставить что-то делать. Ну, справились все-таки. Вам и вожатый помогал, я так понимаю. Леш, вот подойду сейчас к вам. Какова ваша была роль во всем этом спортивном событии? Ой, знаете, я невероятно поддерживал ребят, это было просто нечто. Вы бежали рядом и кричали, давайте, давайте. Конечно, и это по накалу страстей было вот просто несравнимо, например, с какими-нибудь там футбольными матчами по телевизору. Мы все это видели вживую, это было просто невероятно. Вот такое эмоциональное событие здесь сейчас. Но я понимаю, ребята очень скромничают, ребята немножко даже стесняются. Ребята, я не знаю, вообще настоящие герои, настоящие чемпионы, они очень скромны. Всегда ведь так бывает, что люди, которые добиваются каких-то больших высот, они очень скромные, тихие, молчаливые. Мало говорят, в отличие от меня, например, да, Оксана, как я понимаю? Я готова забрать слово себе, потому что да, это хороший этап. Но был еще очень идейный этап. Отдельно хочу отметить проект «Защита социальных проектов» была на Чебуряде. И это были не просто социальные проекты в никуда, а лучшие были поддержаны денежными грантами. Ребята готовили презентацию и эту презентацию защищали. Давайте посмотрим на некоторые из проектов. Сделать песочницу для самых маленьких, спасти экологию и подарить радость животным. Такие душевные социальные инициативы предлагают подростки на Чебуряде. Дети здесь не только сами пишут проекты и придумывают цели, но и сами презентуют свои работы перед опытными членами жюри. Проект вообще о подростках, о нашей жизни, что нас многие не понимают, что многим кажется, что мы злые, трудные. Но это не так. У нас есть свое мнение. Мы не боимся его показывать. И мы хотели бы показать это своим проектам. Поступаем сегодня с проектом «Триколор добра». Три категории нуждающихся в нашей помощи. Первое – это бездомные животные. Второе – это детки, оставшиеся без родителей. И пожилые люди, пенсионеры, проживающие в Доме милосердия. Такая практика на Чебуряде впервые. Организаторы уверены, эти проекты способны сделать жизнь других людей лучше. В этом году 10 лучших инициатив получат гранты по 10 тысяч рублей. Давайте попробуем маленький праздник. Подарим пожилым, одиноким людям. Первое место единогласно досталось команде городецкого детского дома за экологический проект «Сдай батарейку, спаси ежика». Идея ребят настолько понравилась организаторам, что уже в скором времени проект может быть распространен на всю область. Проектов действительно было масса. Я даже запомнить все не могу. Это и установка контейнеров для сбора батареи, как уже было сказано в сюжете. Это и восстановление стелла памяти детям, жертвам войны в Сормовском районе. Это должно было произойти. Это и создание песочной площадки для младших воспитанников детского дома. Много-много всего. Действительно, я предлагаю, как сложно было членам жюри выбрать кого-то лучше. Здесь все лучшие. Екатерина, вот как вам сложно было выбирать? Ведь они все молодцы. Они защитили свой проект, они что-то придумали и попытались это реализовать. Хочу сказать, что вообще действительно ребята очень большие молодцы. Было так приятно наблюдать за тем, с какой отдачей они защищали свои проекты, с какой любовью они к ним подходили. Вообще сложно себе представить, что на 10 тысяч можно сделать что-то доброе не только для себя, а для окружающих. И что дети готовы вкладываться в социально ответственные вещи и готовы помогать другим. Ну, на самом деле, нас подкупил, первое место занял проект «Сдай батарейку». Но нас подкупил слоган, если честно, «Спасите ежика». Люди, которые умудрились перевести с данной батарейки спасение окружающих среды и посчитать это в ежиках, Ну, это вот... Сколько ежиков они готовы были спасти на 10 тысяч рублей? Очень много. Самое интересное, мы спросили о ежике, почему. Нам было сказано, ну, у нас в городецком детском доме вокруг нас бегают именно много ежиков. Их было особенно жалко. Будем их, да. Но вообще проекты были потрясающие, теплые, добрые. Очень впечатлили ребята, которые заботятся о своих младших малышах. Это проекты, про которые мы говорили, уже упоминали. Про песочницу для детей, проект про обустройство детских спален. Тоже очень тронуло, когда ребята представляли проект на то, что они обустроят 5 спален из 20 в своем детском доме за счет этих денег. И когда спросили, а как вы выберете, было сказано, мы, естественно, начнем со спален наших малышей. Был чудесный проект, связанный с помощью домам престарелым, где ребята хотят закупить пряжу и связать шарфы и носочки и сделать подарок на Новый год. Чтобы пожилым было тепло и уютно. Чтобы было тепло и уютно. Были проекты, связанные с уборкой Дятлова города. Тоже очень важная составляющая. И ребята готовы сами выйти, привлечь своих наставников, которые у них есть, привлечь других людей и совместно сделать уборку территории. Для них было привлекательно получить 10 тысяч или просто они были настолько идейны, что хотелось реализовать свой проект и сумма была здесь не особо важна? Мне кажется, в первую очередь был какой-то вопрос правильного, доброго отношения. Мне вообще кажется, что ребята, которые посетили эту чебуряду, вышли оттуда не только с ощущением того, что замечательный спортивный праздник. Я слышала много отзывов. Мы хотим делать добрые дела. Мне кажется, это очень важная составляющая этого проекта. Хотят ли они делать добрые дела? Узнаем прямо сейчас. Илья, передаю слово тебе. Да, вот ты, Оксана, спросила про 10 тысяч. Ты не забывай, это для взрослых важно. 10 тысяч, это мы идем в конце месяца в кабинет к начальству, а детям деньги вообще не главное. Главное – это то, что они предлагают, и их искреннее желание менять мир вокруг нас. Я с удовольствием представляю сидящих по левую руку от меня. Я уж, джентльмены, с барышей начну. Здесь Аня из Павлова, Яна из Семенова, ну а также Максим и Никита, они представляют городец. Сегодня давайте про ежиков поговорим. То есть можно сказать, что ваш социальный проект – это первая работа, созданная людьми и ежами совместно, как я понимаю. Как вообще все это родилось, с чего вы начали, когда появилась идея вот именно такого социального проекта и такого подхода? Я не знаю, не пугайтесь, это очень легко, вы уже все защитили, вы признаны лучшими, поэтому сейчас отвечать на вопросы в нашем эфире просто легко. Давайте, Максим серьезно готов. Главная цель нашего проекта, он был реализован для защиты и улучшения окружающей среды. Как вообще возникла эта тема? Ну вот окружающая среда, у нас всякие чиновники, депутаты защищают окружающую среду, а вы, ребята, простые. Как вдруг вы на эту тему вышли? Как так случилось? У нас сейчас очень актуально в наши дни, и мы это воспользуемся. А чего еще, в общем-то, актуально? Какова была у вас роль в этом проекте? Кто ловил ежей, а кто считал в атореке, как происходило исследование? Никита, пожалуйста. Скромничают ребята, напоминаю, просто они думают, что дядя спрашивает какие-то странные вещи, лучше бы пошел и спас ежика. Хорошо, ребята, вы на самом деле большие молодцы, и я понимаю ваше волнение, ваше стеснение, и я надеюсь, что у вас реально будет большое будущее. Если вы такие проекты предлагаете уже сейчас, что будет дальше, Министерство экологии «Держитесь, смена растет». Девочки, давайте с вами поговорим. Яна, в руках у тебя замечательное, я не знаю, панно, не панно, как это можно назвать? Чебуряда, типа чебуряшка. Чебуряшка, кстати, угадывается, на самом деле, но он как будто бы в каких-то цветах, вот эти красные, желтые, синие цвета, что все это значит? Символ России. В чем, так ведь, а как это говорят серьезные люди, общественно полезная значимость предлагаемого проекта? Мы будем делать, помогать дом престарелым, помогать собакам, дом детскому приюту. Серьезная миссия, вы берете сразу за, в общем-то, серьезные темы, за которые даже взрослые, но и раз боятся брать. Не страшно вот такой большой объем работы с собой ставить? Да. А как пойдет, в общем-то, Яна, я думаю, да, на самом деле, главное начать. Яна, спасибо, очень красивая вещь, я думаю, наши телезрители могут это увидеть. Я хочу вам подарить от школы Семенов, Семеновской школы. Здорово, вы хотите подарить это прямо нашей программе или, может быть, кому-то из участников сегодняшних наших экспертных? Нет, вам. Здорово, спасибо большое, Яна. Яна, ты немножко становишься похож на Леонида Якубовича, потому что ты можешь открывать уже свой небольшой музей. Но нам интересен еще один проект, который также участвовал, и хочется услышать еще мнение. Я уже получил подарок, у меня начало все из рук падать совершенно. У нас есть действительно еще одна участница, я сейчас к ней подойду. Привет, Аня. Здравствуйте. Рассказывайте, что у вас дарить не обязательно, если что, можно просто рассказать. Наш проект заключался в том, что мы хотели создать творческую мастерскую в нашем детском доме, чтобы девочки из Павловска техникума почувствовали себя в педагогической деятельности и набрались опыта. Как это говорят сейчас, мудреным словом профориентация, что-то вроде. То есть не ждать наступления каких-то там серьезных, больших возрастов, это очень здорово. Как много народу работало над этим проектом? Восемь человек. Восемь человек, серьезная команда. Друзья, я понимаю, что то, что вы предлагаете, сложно рассказать об этом в каких-то нескольких словах. Вы очень большие молодцы, и у вас все получится. Делайте то, что вы делаете, а я с удовольствием передаю слово туда. Мы уже проговорили, что да, было и чебуратора, была и защита социальных проектов, но было еще одно силовое упражнение – русский жим. Казалось бы, дети принимали участие в возрасте от 9 до 16 лет, а тут уже русский жим. Но тут были тоже свои победители. И для тех, кто не знает, давайте посмотрим, что это за вид спорта. 26, 27, 28, 43. Терпи, молодец! 45, давай-давай-давай, аплодисменты. 9, 20, 28, 29, 30. Молодец! Молодец! Вот он такой русский жим для сильных мужчин, но тут и девушки могут, кстати, показать свой характер. Аня, откуда взялось вот это такое спортивное состязание для детей, русский жим? Вы прямо по жесткому варианту решили пойти после чебуратора, вас было не остановить. Нам в этом году очень повезло, потому что во всех этапах участвовали профессиональные спортсмены. И в этом году к нам присоединился Анастасия, она чемпионка Европы по русскому жиму. И изначально мы планировали сделать это как мастер-класс для ребят, потому что это совсем новое, такого не было еще ни разу. И потом в ходе обсуждения, конечно же, решили, что почему бы не сделать это отдельным соревнованием, потому что есть мальчишки достаточно сильные, которые занимаются в тренажерном зале, они могут себя показать. И ребята эту идею подхватили и участвовали. И действительно, у нас есть в гостях та самая Анастасия, которая и затеяла русский жим на чебуряде. Илья, передаю слово тебе. Я бы даже сказал, не только та самая Анастасия, но и тот самый Даниил, который у нас и победил в этой дисциплине. Ребят, здравствуйте. Представляю их. Кроме того, у нас здесь серьезный человек в хорошей физической форме находится, как вы понимаете. Андрей Митрофанович Капранчиков, человек с тренерским таким заходом, с тренерской формой. Совершенно Владимир Халпов также у нас находится. Владимир, здравствуйте. Видите, я даже сижу с этими людьми, и мне хочется вот так вот сделать посильнее. Я не знаю, можно поотжиматься, да, вызвать, может быть, даже кого-то на бой. Настя, начнем, наверное, с вас. Вот ваше участие в чебуряде, в нынешней, как это давно планировалось, как вас приглашали? Наверное, у вас очень плотное время, когда вы можете уделять на какие-то соревнования даже в конце концов. Меня позвал Андрей Митрофанович. Так, позвонил Митрофанович, сказал, надо. Да, то, что будет проходить соревнования, и предложил эту дисциплину добавить. Потому что дисциплина новая, и в плане, если тяжелой атлетики, то безопасная и для детей. Сколько жмете, я так вот спрошу, сколько? Ну, соревновательная номинация 35 килограмм вес штанги. Так. Максимальный результат был 89 повторений, что хватило на мастера спорта международного класса. То есть чисто теоретически, да, если я бы был в роли штанги, то, Настя, вы бы легко меня подняли сейчас и где-то над головой прокрутили. Нет, на самом деле, как такая хрупкая, симпатичная девушка оказалась в мире железа и тяжелых вот этих вот, собственно, весов, да? Как веса, как правильно говорят. Меня привел туда Андрей Митрофанович. Митрофанович, да? Во всем виноват Митрофанович, в общем-то, да? Да, он сказал то, что у меня получится, и он оказался прав. То есть это заблуждение, что поднимать штанги – это именно мужской вид спорта. Достаточно много девочек занимается, причем не только взрослые, но также участвуют в соревнованиях и дети. То есть с 8 лет уже допускаются. То есть с 8 лет, в принципе. Сколько же лет своей жизни я потратил зря сейчас? Вопрос, соответственно, к Андрею Митрофановичу, ну или можно просто говорить Митрофанович, да, я так понимаю. Вот как так получается, что вот можно посмотреть на Настю, да, некое время надо сказать, у тебя получится, там, блины, штанга, гриф, все дела вообще. Как так? Ну, для этого нужен характер, по меньшей мере уверенность в себе и огромное трудолюбие, а у него ее немерено. Вот это да. Но все-таки дисциплина серьезная, я так понимаю, дебютная во многом в нынешней Чебуряде. Какие пришли, не знаю, спортсмены, да, насколько пришли подготовленными, если можно так сказать, что подсказывало чутье опытного тренера? Здесь смысл в том, что русский жим, он уникален тем, что участвует, как уже Настя сказала, с категорией 8+. И это мальчики и девочки. Поэтому сам жим лежа, он безопасен, без фанатизма, что называется. Уровень ребят, которые участвовали, он, конечно, был средний. Для них это было в первый раз. Ну кого-то заприметили уже, в общем-то, я думаю, Даниил, как минимум, наверняка должен, в общем-то, в скором времени сменить Настю на этом самом месте. Мы бы хотели как раз на фоне Насте показать то, что девочки хрупкие, маленькие, там, с виду, могут спокойно участвовать в этом виде спорта. И не надо навешивать ярлыки и клише о том, что железо это только для мальчиков. То есть блины были все-таки не пластиковые, а настоящие вполне себе железные. Если вы обратили внимание на ролик, там не было блинов, был просто гриф 20 килограмм. Видите, насколько я не разбираюсь в этой теме, Митрофанович это прекрасно продемонстрировал. Даниил, ну вот как самый молчаливый участник этого дивана, этой секции, что скажешь? Как получилось победить? Да, знаете, вот всегда спортивные репортеры пристают к спортсменам после середины, говорят, ну как, ну рассказывайте, телезрители очень ждут. Ну, тренировались, знали то, что будет русский жим, как бы я этим раньше занимался. А сколько уже времени занимаетесь? Ну, примерно года два. То есть за два года можно, в принципе, выйти на какой-то такой серьезный уровень? Выйти можно, но мне, как бы, здоровье тоже не позволяет выходить на большие уровни, чем я могу. Ну, я думаю, что другие мальчишки должны завидовать, в общем-то, да, но как бы сразу вопросов никаких не возникает. Данил, ты очень здорово. Владимир у нас еще есть. Владимир, ну вот расскажите, не отдам вам микрофон, тянитесь ко мне сюда. Да, я даже к вам подойду. Владимир, ну вот мы видели, и вы очень активно в видеороликах участвуете и следите за тем, что все было честно и чисто. Насколько это сложно? Ну, это сложный вид. Вид спорт, во-первых, сложный. Во-вторых, многие дети, многие ребята впервые приняли участие и впервые ознакомились с этим упражнением. Но, несмотря на это, я увидел ту настоящую спортивную злость, ту атмосферу, которую видел и на чемпионатах России, и на чемпионатах мира. То есть вас как главного судью все это вдохновило, впечатлило? По максимуму вдохновило. Я хотел бы на следующую чебуряду, я уверен, что мы увидим все другие результаты, и в том числе девочки тоже будут принимать участие в этом замечательном упражнении. Марина, увидим ли мы Владимира на следующей чебуряде? Потому что, я думаю, после его заявки он тоже там непременно должен быть. Ну что ж, на этом все передаем слово. Илья, я предлагаю проверить тебе жим Даниила. Просто пожми руку, мальчишки. То есть ты хочешь меня унизить сейчас в эфире? Хорошо, Данил, давайте. Можно пару слов, пожалуйста, Петрович? Для меня даже нисколько важно, что он занял первое место, количество раз, сколько он пожал. Для меня было показательно его уважение к своему тренеру, к своему наставнику. После того, как чебуряда закончилась, его наградили, все его поздравили, он получил практически в личном первенстве занял свое первое место. Как он развернулся, взял микрофон и поздравил своего наставника, и поблагодарил его. Ну, без этого, в общем-то, никак. Ну, в общем, да, чувство спортивной благодарности как таково нужно. Рука, на самом деле, болит. Давайте я пока немножко реабилитируюсь и передам вам слово. Возьми паузу. И на самом деле у ребят тоже были паузы отдыха. Ну, потому что сейчас подумают, что ребята там только занимались спортом и защищали социальные проекты. Да нет ничего подобного. Организаторы придумали и массу интересных мероприятий. И знаете, что любят все подростки? Это квесты. А еще страшные квесты. Они были и на Чебуряде. Пустота. Итог. Смерть. Именно это случилось с городом. Ее окутала пустота. Пустота, с которой справиться можешь лишь ты, лишь ты, лишь ты. Лишь только вы вместе. И только благородство, благородство спасет город от пустоты. Я предлагаю вам отправиться в город. Никто ничего не за это, что делать? Земна так ромешная. А сейчас какие-нибудь на нас кто-нибудь обрушится. Боже, какие страхи. Так. Кто там? Ловим. Ловим чудище. Вот так вот, ребята, адреналина схватили вполне. Я думаю, Марина, все ли выжили после этого ночного квеста? Да, выжили все. И самое главное, что вот эти квесты, это, наверное, такая наша фишка. Потому что мы делаем достаточно большое количество выездов с ребятами. И каждый раз мы делаем ночной квест. И он должен быть страшным, он должен быть душесчипательным. И самое главное условие, что делать этот квест, должны вожатые и воспитатели. И вот опять мы повторили такой прекрасный квест. И он очень всем понравился. Я знаю, он даже, вы потом проводили опрос, что больше всего понравилось участникам Чебуряда. Я так полагаю, ночной квест занял одну из лидирующих позиций. Первое место? Первое место. Ребят, всем понравился ночной квест? Давайте дружно еще раз. Три-четыре. Да! Все. Вот достойная звуковая реакция из нашей зоны. Но я думаю, можно поговорить еще и с человеком, который причастен к наведению страха, как я понимаю. С нами Ольга Семенова, вожатая. Оля, здравствуйте. Ну вот рассказывайте, как все. Здравствуйте, да. А задача квеста была, на самом деле, на сплочении команды. Нам очень важно было, чтобы все ребята пришли всей командой до конца. А знаю, что кто-то где-то отрывался, но в итоге все равно все пришли вместе. Зачем же вы их пугали? Вот темно, страшно. Это наша задача, на самом деле, тут нужно отдать должное нашим всем вожатым, которые играли роли. Они просто отыгрывали на 100%. У меня была роль страха, я даже с собой взяла маску. Давайте. Вот так вот я примерно выглядела, плюс в черном одеянии. То есть, да, ребята пугались, никто меня не узнал. Никто не понял, что вообще это девушка под маской, потому что я кричала так. А вы умеете рычать как-то, наверное, очень попугающе. Были ребята, которые даже упали со страху. Дальше их уже поднимали, они бежали. Ну, в общем, эмоции, я думаю, у них было море. И судя по голосованию, которое прошло, да, все-таки, значит, не зря мы его сделали. И всем все понравилось. Главная цель ночного квеста какая она была? Что нужно было собирать? Что-то разное бывает ведь задание. История была такая. Ребята попали в город, который накрыла пустота. И там осталось совсем немного каких-то странных жителей. И им нужно было от них добиться, как же можно оттуда выйти, что здесь вообще произошло. А жители вот примерно вот как вы изображаете. Кто-то вообще не разговаривает, кто-то говорит одно слово, как я, например. Кроме слова страх я не говорила ничего. То есть я не могла им ни подсказывать, ни говорить, куда идти, вообще ничего. Я просто говорю слово страх, точнее не говорю, а кричу. И очень громко кричу. Другие жители могли говорить какие-то загадки, которые ребята должны были отгадать. И дальше уже думать, как же им выйти из этого города. И пугающий, и интеллектуальный даже во многом квест. И плюс у них вот этот вот страх, то есть тут нужно собраться еще все вместе. Но они все отлично справились, и у нас есть победители, причем даже, по-моему, не одна команда у нас дошла в итоге до конца. И все выжили, это самое главное, считаю. Ребята, вот кто присутствующий, кому было страшно во время проведения ночного квеста? Есть такие, вот просто скажите, да? Митрофанович, ну, в общем, как мы поняли, Митрофановичу было страшнее всего. Но я думаю, что действительно вот такой вид, ну, не знаю, какого-то время проведения, очень достойная, интригующая вещь. Я бы, наверное, сам в каком-нибудь ночном квесте поучаствовал, правда, не уверен, сколько бы времени я протянул в таком режиме. А мы возвращаемся к спортивным состязаниям, и, да, спортивные элементы, они важны. На Чебуряде были и футбол, и волейбол, и баскетбол, и аквазона, была масса всего. Давайте посмотрим, как ребята проходили и эти этапы. Класс, успокоить его! Класс! Класс! Вот такой он спортивный праздник, потому что дети смогли прочувствовать все, особенно водные зоны. Вот когда спрашиваешь детей, куда бы они хотели попасть, это, конечно, бассейн. Аня, насколько здорово было детям, и вот все эти этапы, насколько были продуманы и важны, особенно бассейн. Бассейн у нас был в последний день, как раз одновременно проходил русский жил. Ставили на сладкое, видимо. Да, ставили на сладкое. Тоже у нас это нечастая практика, потому что не так много детей, которые профессионально занимаются плаванием. И нам же опять повезло, потому что с нами был Андрей Митрофанович, и он судил как раз вот этот этап у нас. Он проходил таким образом, что именно 4 человека от команды должны были плыть эстафету. Это было все серьезно, они серьезно готовились, искали шапочки, очки такие смешные. Ходили, бегали, путали раздевалки, бегали по всему изумрудному в полотенцах, в этих шапочках. Это был отдельный квест, видимо, соберись в бассейн. Да, потому что там несколько раздевалок, и только вот одна почему-то выходит в бассейн, и она где-то вот спрятана, ее никто не видел. И вот эти вот мальчишки в этих шапочках вот так вот слоняются по столовой везде-везде, куда-куда-куда идти. Их никто никуда не пускает, и мы их вот так вот координировали. Ну, было здорово. И были победители. Марин, насколько я понимаю, вы хотите еще вот те кубки, которые принесли, также подарить участникам Чебуряда, не просто участникам, а победителям. Да, но прежде чем я буду вручать эти кубки, я хотела бы еще внести такое небольшое предложение. Илья очень сейчас интересно и захватывающе говорил о квесте, о том, что ему это все очень нравится. Мы вас приглашаем в следующем году ехать вместе с нами на все три дня, с Оксаной, конечно, тоже вместе, и главные роли в квесте дадим тогда вам. Злые будем мы. Да. Понятно. Все равно я не сплю до 4 утра вполне себе. Хорошо, принято. Спасибо. Ну и, конечно, у нас такое первый раз тоже произошло, когда команды, две команды заняли третье место. И, к большому сожалению, у нас был только один кубок и одна грамота за победу в третьем месте. И мы сегодня хотим вручить две грамоты за третье место и два кубка нашим победителям. И это Семеновская школа-интернат и Городецкий детский дом. Я подхожу к вам, возьму на себя почетную миссию взять это в свои руки. Ребята, молодцы. Вместе с кубками я все это сейчас торжественно вручу. Ребята, нужен от вас какой-то такой яркий представитель, чтобы я мог в торжественной обстановке передать. Пожалуйста, третье место награждается команда Семеновской школы-интернат. Вот диплом выглядит. Сейчас я его всем покажу. Это у нас представитель Яна. Поздравляю, Яна, это вам диплом. Это у нас третье место. Надеюсь, что я ничего не перепутал. Держите, это, наверное, ваше. Вот так прямо в полевых условиях у нас проходит награждение. Поздравляю. Низкий поклон всем участникам команды. Аплодируем и встречаем следующего представителя. Городецкий детский дом. Кто придет получать? Пожалуйста. Максим, серьезный человек за серьезные награды. Максим, пожалуйста, этот кубок ваш. Передаю вам поздравления организаторов. Аплодируем, аплодируем, поддерживаем. Почетная миссия выполнена, я полагаю. Аплодируем. Аплодируем. Но ведь очень важно, когда ребята на кого-то равняются. В одном из эфиров мы спросили спортсменов, что важнее, какая-то материальная поддержка. Или важно, когда рядом есть наставник, на которого ты можешь равняться. Так вот в этом году у участников Чебуряда был человек, который, ну, естественно, внушает уважение. Тут никаких сомнений. И это Александр Карелин. Первый день Чебуряда 2019 закончился традиционной дискотекой. А перед отбоем детей ждал сюрприз. Грандиозное огненное шоу. Насыщенная программа продолжалась и на следующий день. Детей ждали командные соревнования по баскетболу и волейболу и ярмарка с призами. Одно из главных мероприятий на Чебуряде – это ярмарка. Здесь разгадывают ребусы, а вот здесь, например, играют в крестики-нолики. Ребята, выполняя простые задания, могут не только прокачать свою ловкость и ум, но и заработать деньги, которые могут потратить в импровизированном магазине. От чашек до атрибутики спортивных клубов. В этом магазине есть все, что нужно детям. Что купили похвастайтесь? Мне купили наушники. Сумку. Браслетики. Два. Ближе к вечеру ребят ждало еще одно событие. На Чебуряду приехал трехкратный олимпийский чемпион. По греко-римской борьбе Александр Карелин. Дети в восторге. Известного спортсмена встретили крепкими объятьями. Капуста! Капуста! Шанс пообщаться со звездой мирового спорта выпадает едва ли не раз в жизни. Ребята наперебой задавали вопросы спортсмену. Александр Карелин охотно поддерживал беседу, делал памятные фото со школьниками и рассказывал им о своем спортивном опыте. Замечательное соревнование, замечательная возможность объединить ребят, не ссылаться на сложности, не заорганизовываться через что, не делить на слишком узкие специализации, а дать им возможность вот этому фестивальному спорта, в этом состоянии побыть, вместе посоревноваться, выяснить, кто сильнее, проявить на самом деле и сообразительность, и кругозор свой продемонстрировать, ну и физические активности. Достойный человек на Чебуриаде, действительно легендарный спортсмен, я думаю, своим личным примером вдохновляющий абсолютно многих на всевозможные спортивные достижения. Поговорим о том, каков был этот момент встречи. Я вот Митрофановичу хочу задать вопрос. Митрофанович, вот такая личность, как Александр Карелин, насколько она масштабна, насколько важно, что такие люди появляются на подобных мероприятиях? Насколько важно прикоснуться к легенде, человеку, который пообщался с детьми и сказал им там про ценности, за которых он выступал, что такое любовь к стране, как побеждать там на соревнованиях со сломанной рукой. То, что деньги в этой жизни – это далеко не все, в отличие от того, что сейчас как спортсмены себя позиционируют. То, что благодаря труду, упорству и любви к стране можно добиться таких результатов. Он про простые вещи говорил, про свою любовь к отцу, вот там он очень много чего сказал. Я так думаю, что ребята, которые его послушали, даже там те, которые, многие из них и не представления не имели, кто такой в принципе, Александр Карелин, и что он там выдающийся спортсмен, он просто как человек, как глыба. Это потрясающе было. Ребят, кому из вас удалось лично пообщаться с Александром Карелином, задать ему какие-то вопросы, не стесняйтесь. Просто сейчас можно поделиться своими какими-то эмоциями, впечатлениями. Пожалуйста, Максим, Никита, может быть, кто-то из вас. Никита, удалось увидеть Александр? Вы не признаетесь, да? Ну вот скромничают опять же дети. Но я знаю, что когда пришел Александр Карелин, это вопрос к Марине. Вы делали капусту. Что это такое? Что такое капуста? Вы вместе садили, к Василию? Давайте. Знаете, вот дети сейчас молчат, ничего не говорят, и я их очень хорошо понимаю, потому что я потеряла дар речи. Когда я увидела перед собой человека-легенду и снизу вот так вот смотрела на него, я не могла ничего сказать совершенно. Я не верила тому, что это такой необыкновенный подарок для 128 детей. Вообще всего нас там было около 200 человек. Это был подарок не только для детей его визит, это был подарок для всех. И с ним очень хорошо, легко и спокойно. Я помню только одно, что я его взяла за руку, повела в зал, и потом мы делали... А это возможно, учитывая его физическую форму? Да, да. И мы сделали капусту. Я вот предлагаю капусту сделать сейчас. Можно мы сделать, да, капусту? На ком мы будем тренироваться? А мы будем... Я предлагаю на Илье. На Илье делать капусту. Он хочет включиться в процесс. Илья, давайте на Илье тогда делать. Да, пойдемте. Да, давайте подходим сразу. Друзья, импровизация. Купки положите, пожалуйста, и делаем капусту. Владимир Александрович и Андрей Митрофанович тоже с нами. Командуйте, что нужно делать? Нужно человека поставить в центр. Микрофон только нужно поднять, чтобы мы его не сломали. Все, ребята... Все, ближе, прощай. Валерий Геннадьевич. Это была просмотренная программа «День за днем», когда я был в эфире, ребята. Итак, прыгаем ближе, только нужно поближе, поближе к нему подойти, его взять посреди. Мама, передаю привет тебе, да. Все, и прыгаем три раза, и кричим «капуста». Раз, два, три. Капуста, 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 капуста. Спасибо, здорово, здорово. Вот второй человек, который выдержал капусту, это я, не только еще Александр Карельный. Ребят, спасибо, очень круто. На самом деле, это какой-то такой энергетический, если хотите, сгусток. Я до сих пор вот, да, капуста, я еще никак не могу. Здорово. А что это за ритуал такой, Марин? Как давно он вообще существует? Нет, потому что это что-то уникальное. Вообще мы капусту делаем не всем. Делаем капусту только тем, кого принимаем в свою банду. Поэтому так, что вы теперь все вместе с нами навсегда. Мы банда. Я даже тебе немножко завидую, Илья, но так же, как завидую и участникам «Чебуряда». Марин, насколько сложно было такую личность, как Александр Карелин, заманить к себе на «Чебуряду»? Или просто повезло, что тут еще и Россия спортивная держава? Большой спортивный праздник у нас в Нижегородской области. Ну, вообще, нам повезло во всем в этом году. И я не знаю даже, как это назвать божьим промыслом, везением. Я не знаю, как это назвать. Может быть, это волшебство какое-то. Потому что, на самом деле, у нас есть одна фея, которая сделала все одним взмахом своей руки. Это Екатерина Сергеевна, и поэтому благодаря ей «Чебуряда» состоялась, и благодаря ей мы увидели Карелина, и благодаря ей мы сделали такой грандиозный проект. И самое главное, что только вчера мы поговорили о том, что нельзя делать это проектом событийным, нельзя делать это каким-то проектом-однодневкой. Нужно стремиться идти дальше и думать о том, как работу по вовлечению детей в занятия спортом превратить в систему, для того, чтобы они были подготовлены лучше, для того, чтобы они могли заниматься спортом профессионально, и для того, чтобы у них был стимул стремиться на эту чебуряду и заниматься спортом как можно больше. Потому что для таких детей спорт – это спасение. Марин, вы в этом году задали очень высокую планку. Придется ее в 2020 году также держать, а еще важнее улучшать. Я считаю, что с такой поддержкой мне не страшно ничего. Вернее, не мне, а нам, нашей прекрасной троице. Мы будем держать эту планку, поднимать ее как можно выше, и сделаем все очень круто. – Екатерина, в следующем году опять же нужно будет все организовать. Получится ли вот эту планку действительно держать? И какие-то гости заинтересовались вот этим проектом чебуряда, которые могли бы приехать и в 2020 году к ребятам? – Я думаю, мы обязательно найдем гостей, которые приедут в 2020 году. Я уверена, что чебуряда будет и в 2020, и в 2021, и дальше, что мы будем продолжать это движение. Очень хочется, чтобы это движение пошло не только в Нижегородскую область, а было действительно за ее пределами. Потому что, ну, по моим ощущениям, дети, которые приехали на эту чебуряду, дети, которые уезжали, это разные дети. Это были совершенно счастливые глаза. Это были другие подростки. И мне кажется, надо продолжать обязательно двигаться в этом направлении. Мне очень хочется, чтобы мы сначала начали с Нижегородской области, потом мы подключили к этому другие субъекты Приволжского федерального округа. Поэтому я очень надеюсь, что в 2020 или в 2021 году наши победители уже поедут на подобные соревнования в Приволжском федеральном округе, потом в российские, ну, а там как пойдет. – Действительно, это хорошая практика, но она была бы невозможна без вожатых. Анна, насколько вожатые важны в рамках чебуряды? – У нас были не просто вожатые. Большинство тех людей, которые выполняли роль помогатора, мы так их называли, потому что они действительно помогаторы, это наши наставники. То есть это наставники для ребят, которые там участвовали. Они с ними общаются и до чебуряды, и после продолжают общаться. И, конечно, без них это было бы сделать невозможно, потому что 128 ребят. И нужно было все это сделать настолько идеально, чтобы они чувствовали себя счастливо и вовлеченно. И каждую их минуту нужно было занять. Поэтому мы собрали вот такую мощную команду наших помогаторов, наших вожатых, прекрасных людей, друзей, партнеров, которые готовы были все эти дни. А мы приехали туда за один день до начала чебуряда. Вот четыре дня они готовы были в режиме нон-стоп, в авральном режиме проживать все это вместе с нами. И мы настолько рады и счастливы, что с нами такие люди. Вот. Они и с нами сегодня здесь. Ваши помогаторы, они приехали и к нам в день за днем на ННТВ. Илья, передаю слово тебе. Они готовы делиться своими эмоциями? Зачем им это нужно? Вот, собственно, хороший вопрос. У нас Данил Басов, Артем Никулин, Николай Молчанов. Вот все эти люди, они здесь сейчас находятся. Ну, давайте вот с Данилом начнем. Вот как вы теперь, в общем-то, влились в число организаторов. Вы теперь готовы всем сердцем, делами помогать. Насколько это оказалось сложным по сравнению с какими-то, не знаю, там, ожиданиями, чем-то в этом роде? Ну, ожидалось это, конечно, что будет все проходить не так сложно, будет все просто. То есть, немного сложно оказалось задачи? Были бессонные ночи, когда мы готовились к какому-то мероприятию, ко всем мероприятиям. Долгими бессонными ночами. Но результат, он стоил тех усилий, которые были затрачены? Да, всем очень понравилось. Ну, я думаю, что, в общем, как постоянный участник технической, в том числе поддержки, вы наверняка будете с чебурядой долгие годы. Отлично. Вот тот же вопрос, собственно говоря, к вам. Сложно поменять вот этот статус, да? Потому что сначала вот ты привык, что все для тебя организовывают, говорят, приходи туда, просто прояви себя здесь. А здесь нужно было стать человеком, который, в общем-то, все организовывает, и как-то мотивирует людей приходить, участвовать и так далее. Насколько это оказалось сложно? Ну, как сказать, это было несложно, а больше непривычно. То есть, раньше для тебя все было на готовом, и сейчас тебе нужно все это готовить как-то. Несколько поменялся взгляд, когда своим трудом, в общем-то, нужно организовывать. Как все-таки лучше? Я не знаю, когда вот ты приходишь, и уже все организовано, все готово, да, и ты просто принимаешь участие, или когда ты действительно, вот, как Данил говорит, бессонными ночами трудишься, все организовываешь? Мне кажется, лучше, когда бессонными ночами все готовишь, потому что тебе все благодарны, тебя все хвалят. А, вот это самая главная похвала об этом, действительно. Здорово. Николай, есть ли что добавить к реплике коллег? Я раньше был как участник, я ездил два года как участник. Первый год, когда мы приехали, мы чисто были подготовлены только на спорт. Мы не знали, что есть такие еще, как, ну, то есть творческие. Мы к этому не были готовы. На следующий год мы приехали уже более подготовлены ко всему. Но чуть маленько не повезло, и мы заняли второе место. На третий год я уже поехал как организатор, ну, как помогатор. Помогал именно с Павла, поехал с твоей же командой, которой я ездил до этого. Уже мы заняли первое место. И вот третий год, ой, четвертый год мы ездили в этом году, мы заняли второе место. Насколько помогатор авторитетен среди участников своей команды? То есть как вот, то есть мы ездили, занимали всегда призовые места, и все равно, как мне кажется, помогает им тоже стремиться к этому. Ну, думаю, я так. Ребята, вот к вам ко всем вопросам. Все-таки, по какую сторону Чебуряды находиться проще, когда ты участник или когда ты организатор? Вот, давайте, Данил. Когда участник. Когда участник, пожалуйста. Когда организатор. Когда организатор, мы не разделились. Когда помогатор. Когда помогатор. Ну, я думаю, что это важный, прежде всего, социальный опыт, который ребята приобрели, потому что, вы согласитесь, даже мы, взрослые, очень часто привыкаем, что нам все должны, да, вот мы вот приходим в этот мир и говорим, что вот почему-то вот тут что-то не работает, кто-то должен это сделать за нас. А никто ведь, кроме нас, какие-то вещи сделать абсолютно не в состоянии, так, может быть, пора уже брать и делать, становиться вот этими, не помню, что это слово, помогаторами по жизни, давайте я так скажу. Какие юные помогаторы были у организаторов Чебуряды, Марина? А мы с Ильей можем на следующий год тоже быть помогаторами? Мы уже в квесте. Да, вы уже в квесте, поэтому вы вместе с нами, с удовольствием вас всему научим, потому что прежде чем мы допускаем до детей наших помогаторов, мы проводим очень большую подготовительную работу и делаем специальные тренинги для волонтеров и вожатых. И я хотела сказать о том, что для меня очень ценно и уникально то, что Чебуряды идут, дети растут и из участников команд эти дети становятся помогаторами, становятся членами организационной группы, работниками склада. И самое главное, что эти дети, они остаются с нами. Чебуряга не отпускает. Да, и на следующий год, мне уже пишут очень многие дети, что вот, мне на следующий год будет 18 лет, меня же не возьмут, я говорю, поедешь тогда волонтером или вожатым. И получается так, что, ну, наверное, года через два, через три все вот наши малыши, они уже будут делать Чебуряду для других детей. Это круто, это ценно, это значит, что им это нужно, им это нравится. И они имеют возможность посмотреть на наш труд, на труд организаторов со стороны, изнутри, не со стороны ребенка, участника, а именно вот как это, таскать две тонны тяжести, подарков, грузов, как вставать, ложиться в пять, а вставать в семь утра. И, конечно, это действительно очень важно. И получается, что та цель, которую вы перед собой ставите, одна из Ч, чтобы они смогли стать человеком, каждый из них человеком с большой буквы, она реализовывается на практике. Организаторам это особенно приятно видеть. Но смотрите, да, действительно, опять спорт, опять важные дела, и было место для праздника. Многие взрослые, когда смотрели по итогу фаер-шоу, которое было на Чебуряде, завороженно смотрели на все это действие. Ну, что уж говорить про детей. Продолжение следует... Ну, а впечатлениях, которые получили участники Чебуряда от фаер-шоу, нужно говорить, конечно же, и здесь, когда они здесь все собрались сейчас. Вот я слышал практически экспертное мнение здесь, Николай. Вот вы когда смотрели, сказали, что кардинально различается атмосфера вот эта. По сравнению с тем годом, что было в том году, было тоже очень красиво, но я считаю, что в этом году было намного красивее, что в том году. В общем-то, что тут можно добавить. Ребят, вам понравилось фаер-шоу, давайте 3-4 скажем. 3-4! А-а-а! Ну, а что еще нужно? Я думаю, такой коллективный энергичный ответ, более чем достойное одобрение того, что было на прошедшей Чебуряде. Анна, насколько вот важна развлекательная часть для детей? Потому что мы поняли, спорт это все, спорт это жизнь, да, ночной квест побегали, а вот тут еще фаер-шоу. Хотя могли бы организаторы и без него обойтись? Мы не могли бы без него обойтись, потому что у нас задача, чтобы дети получили не только впечатления спортивные, чтобы они еще и эмоциональные впечатления получили вот от каких-то, ну, таких вот развлекательных программ творческих, где они либо могут поучаствовать, как вот ярмарка у нас была во второй день, либо выступить в роли просто зрителей. Потому что многие дети, которые у нас участвовали ни разу в жизни, не видели такое фаер-шоу. А в этом году с нами были, ну, одни из лучших в Нижнем Новгороде, и это было настолько грандиозно, и получилось так удачно, что в этот вечер был дождь немножко. И на большой площадке были лужи, и когда ребята показывали это шоу, это все в лужах отражалось, и вот этот фейерверк, у нас вышли даже работники базы отдыха, где мы находились, и смотрели вместе с нами завороженно, потому что это было потрясающе. Я считаю, что вот такие моменты мы должны обязательно включать, ну, чтобы разбавить такую спортивную нагрузку. Спорт-отдых, спорт-отдых. Да, ну, давайте вернемся к теме футбол, волейбол, баскетбол. Это же действительно было очень круто. Это командные игры, в которых ребята могли себя показать. Ребята, Илья, я думаю, что ты у них сейчас спросишь, что особенно запомнилось, какие соревнования были особенно для них важны? Самое главное, кто готов ответить на вопрос про соревнования, которые запомнили. Возможно, тренер в помощь. Возможно, я не знаю. Владимир, давайте с вами поговорим. Я знаю, вам есть что сказать. Ну, все ребята молодцы. Два дня шли спортивные мероприятия в играх в футбол, волейбол, баскетбол. Все ребята продемонстрировали дух командной борьбы. Все внесли лепту. И практически в каждой команде был достойный игрок. Петр Апанович, не могу не пообщаться вот тоже на эту тему. Футбол, волейбол, баскетбол, аквазона. Все такое разное, всего так много. Где впечатлило больше происходящее увиденное? Где больше? Да. Бассейн мне больше всех понравился. Это было потрясающе. Я считаю, что именно Аквагеймс, которые были в третий день, были лучшие. Вот. Собственно, а что тут можно еще добавить? Такая, знаете, суровая, но очень глубокая тактичная оценка лидеров спорта. Это тоже важно. Ну что, Марин, да, хотели вы добавить? Да, я хотела добавить. Первый интернат, например, замечательно играли в волейбол. Может быть, они что-то скажут. Они первое место заняли по волейболу. Чемпионы вы где? Волейбол у нас занял сейчас по опросу первое место среди всех видов спорта. Ольга, пожалуйста, настает ваш звездный час. Какие ощущения, какие эмоции? Самое главное, есть вот это ощущение победы какой-то такой, да, приятной спортивной тяжести после всего? Мы очень боролись за это первое место. И, естественно, когда мы победили, эмоции нас переполняли. Вообще было ощущение, что победа будет на самом деле? Был такой изначальный настрой? Ну, все вообще команды равны были, и мы старались очень. И мы стремились к этой победе. С кем было соревноваться тяжелее всего? Кто был самым мощным соперником из этих людей, которые сейчас смотрят в спину, по-моему? Ольга. Не было таких. Поаплодируем. Вот это есть спортивный дух, спортивное достижение. Оль, совет тем, кто сейчас, может быть, смотрит нас и думает, как начать свою карьеру, не знаю, в спорте, в конце концов. С чего начать? Какой сделать первый шаг для того, чтобы вот так же, как вы, например, прийти к спортивным высотам? Что нужно сделать в первую очередь? Нужно найти свою цель и добиваться ее. Вот так, друзья, ищите свою цель, ее добивайте. Оль, пожму вашу руку, вы молодец, и всей команде тоже передаем привет. Ну вот, друзья, наконец-то победители готовы говорить здесь у нас в эфире. Марина, кто отвечал за физкультурное воспитание детей? Отвечали, конечно же, физруки учреждений. И это не только отличные профессионалы, это еще очень хорошие люди, потому что детский дом, он вообще, знаете, работа там очень непростая, и дети проверяют на прочность очень сильно. Весь коллектив. Да, остаются работать в учреждении только очень сильные люди и очень хорошие люди, правильные, настоящие. И вот наши физруки, я очень вам благодарна, всем 16 физрукам, которые были на этом мероприятии, и тем, которые здесь сегодня находятся. Потому что на самом деле вы для своих детей не просто тренеры, вы для них настоящие друзья, настоящие наставники. Давайте, друзья, поддержим тренеров сейчас еще раз аплодисментами. Ну и тренеры себя тоже, естественно, поддержат. Лучшая благодарность, аплодисменты и признание подопечных. Ну и действительно очень важна и та база, которая была для всех тех, кто приехал на этот спортивный праздник. Потому что я думаю, что далеко не каждая база могла бы решиться на такой подвиг. Собрать сотни детей у себя. Марин, и это была база «Изумрудная». Да, когда мы прощались уже с руководителем базы, уезжали домой, она сказала мне, мы каждый день ждали, что когда же начнется. Вот что-то начнется плохое, когда начнут бить стекла, например, да, или что-то там еще. И мне говорили о том, что кроме плана А и Б, были планы АБЦД. То есть была усилена охрана, люди очень переживали, когда начнется бунт или что-то там еще. Потому что, ну, на самом деле, непростые дети приехали на эту базу. А детей можно ожидать все, что угодно. Помимо мер безопасности, которые там были, к нам отнеслись очень душевно, очень помогали работники базы. И не просто потому, что им приказали, их обязали. Они вместе с нами, одев футболки организаторов, бегали по фоку, делали какие-то, выполняли какие-то поручения. Действительно, от души и от сердца. И потом они говорили, что мы были самым беспроблемным заездом из всех детских заездов. Поэтому вот мы хотим сказать большое спасибо базе отдыха из Умрудной, потому что там было круто. Ну и в завершении практически нашего эфира давайте поделимся самыми приятными воспоминаниями по итогам Чебуряда-2019. Аня, что можете сказать? Вот что у вас запомнилось? Правда, для меня эти дни, три дня Чебуряда и день до, они пролетели, с одной стороны, очень быстро, с другой стороны, я подумала, что мы были там неделю. Я очень сильно волновалась и постоянно пыталась контролировать каждый момент и почему-то не могла раздвоиться и расстроиться, чтобы быть везде. И смотреть хотелось, да, хотелось. И я на своем маленьком электросамокате по этой базе с важным лицом ездила, смотрела. И самое главное мое впечатление, это когда уже все закончилось, я поняла, что все хорошо, все прекрасно. И ко мне подошли дети, кого мы знаем, хорошо уже с ними работаем. Они подошли и сказали, Аня, ты знаешь, это лучшее вообще, что со мной случилось в жизни. Я говорю, да ты что, мы же столько всего делаем. Говорит, серьезно, это лучшее. Мы даже такого не ожидали, что будет так. Спасибо вам большое. То есть мы их не спрашивали, они подошли и сказали сами. И после того, как мы уехали, дети плакали, вожатые плакали. Мы не плакали. И это здорово. Екатерина, самая важная эмоция, которая у вас осталась после завершения Чебуряды? На самом деле эмоций очень много, но мне поразил Чебуратор, о котором мы говорили в самом начале, на котором многие дети сходили с дистанции, фактически падали. Я очень переживала, что после окончания этого мероприятия они скажут, нет, мы на такое больше не готовы, не хотим, нам это спортивное мероприятие не понравилось. И когда мы сейчас узнавали, что же детям понравилось из спортивных мероприятий, Чебуратор фактически находится на первом месте, вот меня это поразило. То есть дети преодолевали, болели за команду. То есть когда человек готов был, ну я не знаю, как угодно, но лишь бы команду не оштрафовали на минуту за уход каждого участника, как они включались в процесс, меня поразили вожатые, которые готовы были бежать вместе с ними, прыгали, скакали, все делали за них. Это, конечно, такое очень яркое воспоминание. Но и, как я уже сказала, изменившиеся лица детей. Это подростков, которые с совершенно другими людьми уезжали с этого мероприятия. Марин, и ваше завершающее слово. Я все время стараюсь сказать себе «не плачь», и я не буду этого делать, наверное. В эфире точно этого не нужно делать. Вы знаете, для меня этот проект, он часть моей жизни, потому что все, кто принимает в нем участие, вот все организаторы, все вожатые, все помогаторы, никто не получает зарплату за свою работу. Мы делаем это бесплатно на волонтерских основаниях. И главное в этом проекте – это люди. Потому что собрать такое количество детей, сделать все безопасно, сделать все качественно, привлечь самых крутых судей, самых крутых спортсменов в организацию, привезти туда Карелина и сделать так, чтобы дети рыдали, писали нам до сих пор, нам пишут огромные отзывы, каждый день пишут отзывы, чтобы у вожатых организовалась какая-то своя огромная компашка, сабантуй какие-то свои. Вот это главное, вот это вот тепло и доброта – вот в этом проекте для меня главные люди. Эти люди сделали этот проект, и мы его делаем для детей каждый год, и, я думаю, будем делать еще и еще. Не сомневаюсь, сохраните это тепло до 2020 года, думаю, что будет еще круче. Но давайте посмотрим, ведь у Чебуряда еще и был свой зажигательный гимн. Как под него пели дети? Здравствуйте, ребята, я так переделся, сейчас тут усвоим. Ром, жажду, сердце, репетируем. Все вы помните, все надеялись, что он украдет за глаза. И кто мы такие? Чебуряда! Кто мы такие? Чебуряда! Дети, 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 воу-воу! Дети, дети, воу-воу! Сегодня в полуфель, кампапическое, путь на играник, укола, волинконы, победе, потом на всех наших попочей и грехи, сейчас уже давайте взорвем этот набор. Кто мы такие? Чебуряда! Кто мы такие? Чебуряда! Аплодируем, аплодируем! Кто мы такие? Чебуряда! Кто мы такие? Чебуряда! Вот так вот завершается Чебуряда 2019 года. Ребята, наверное, даже и не верили, что могут попасть сюда, в стены Нижегородского телевидения. Да, ну а мы уже встретимся и с вами, ребята, и с вами, дорогие наши телезрители, на Чебуряде 2020. Будет зажигательно. И смотрите в эфире ННТВ. До встречи! Маша! Субтитры сделал DimaTorzok